всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и это мой первый отчет по project пену который я начала месяц назад давайте посмотрим на изменения что-то меня очень порадовало что-то я закончила а что-то удивило и прогресса пока никакого нет так давайте начнем по мере нанесения макияжа и я как и хотела закончила вот этот вот бальзам от ланьяш с ароматом грейпфрута мне он очень нравился его было по вот эту вот точечку по отметочку и за месяц ушло полностью все количество мне он очень нравился может быть я когда-нибудь повторю сейчас у меня в наличии достаточных запасов бальзамов поэтому очень рада что закончился был открыт уже больше года надо было вывести из коллекции так пустышки будут здесь так далее румяна у меня закончились вот эти вот румяна от нарс это мультипель стик в оттенке оргазм я попробую прикрепить все фотографии продуктов прошу прощения заранее если что-то не получится я это делаю в первый раз его было небольшое количество примерно вот столько и ушло примерно за три недели всего здесь уже ничего нет абсолютная пустышка я этому очень рада потому что это был достаточно жирный продукт который самостоятельно на коже не усаживается не закрепляется использовала его утром в бассейн буквально на два часа потом быстренько с ним смывала макияж потому что было такое ощущение что это прелесть может еще и прыщи подарить в подарок подарить поэтому быстренько его смывала так наверное другие продукты для лица которые я брала я выбирала в проект вот такую вот миниатюрку от нарс это бронзер в оттенке лагуна здесь всего три и три грамма я думала что я выведу этот продукт примерно за пару месяцев но на деле мне уже писали в комментариях что продукты от нарс очень сильно спрессованы и на деле так оно и вышло не знаю будет вам видно или нет я его беру кисточкой вот в этой части рефила давайте делаем swatch хороший продукт мне нравится он достаточно пигментированный но очень хорошо растушевывается видно ямочка у меня попробую прикрепить картинку он был абсолютно новый ямочка видно но сколько до донышка непонятно и такими темпами я прикидываю что ну продукт месяца на 4 минимум поэтому небольшое такое мое разочарование думала два два с половиной максимум ну ладно буду работать над этим дальше так здесь пустышки здесь даже не знаю что то что в работе остается дальше румяна еще одни я взяла она golden rose проект это запеченная формула не помню сколько грамм по моему около четырех это серия нюдлук и вот там единственный цвет румян они кстати очень классные немного пылят при наборе очень хорошо ложатся на кожу такой легкой валькой оттенком вот я не знаю сейчас вот так вот сделала вот так как расположу будет видно или нет прикреплю картинку мне кажется чуть-чуть прогресса есть но поскольку это запеченный продукт эта история очень надолго плюс сейчас у меня тормозится использование этих румян из-за помады от кей веди которую я покажу позже но я вижу что как будто бы вот здесь ушел бугорок принципе меня это радует хоть какой-то прогресс есть но все равно я думаю что побольше вот так вот скашу эту бугорочек этот кроме того это хоть и запеченная формула но видно что еще очень-очень много продукта там вот есть внутри это реально такая бесконечная история ну посмотрим может быть их заменю чем-то если пойму что в них прогресс практически будет нулевой через какое-то количество времени так отставляем дальше покажу продукт который меня очень сильно порадовал в котором есть очень большой прогресс это хайлайтер от баксом в оттенке white рашин из одноименной коллекции брала его практически новым на тот момент он у меня был использован ну буквально там пять раз и сразу было понятно у меня были на него надежды и сразу было понятно что этот продукт пойдет быстро дело в том что здесь всего три с половиной грамма 36 и он достаточно рыхло спрессован он вот даже я пользовалась им утром и вот немножечко пыли видно что крошится он и смотрите какой прогресс я не знаю половина это или нет но у меня даже есть надежда что еще месяца за полтора он закончится и это будет пустышка вот так вот он он у него такое розовое свечение на лице и она гораздо выразительнее чем на свотче видно что вместе эти три продукта очень хорошо работают отставляем этим я прогрессом очень довольна так дальше что было дальше дальше продукты для глаз я взяла в проект вот такие тени от шарлотты тилбери в оттенке пилоток и говорила в прошлом видео что обычно я набирала их равномерно по всей поверхности но я специально для проекта выровняла но у меня так он и был уровень вот по эту саму резьбу и я просто начала его их набирать с одного края и копать ямку чтобы было нагляднее и так я дальше и буду ими пользоваться видно что прогресс есть но понятно что он маленький и если это использование за месяц а я этим продуктом пользуюсь сейчас в качестве базы под тени то этого хватит еще на год ну прям мимо я специально сделала отметочку на донышке белым лаком сколько у меня ушло чтобы проверить в следующем месяце да какой будет прогресс но что хочу сказать я много слышала отзывов об этих тенях шарлотты что они достаточно долго играющие несмотря на свою текстуру они долго не засыхают поэтому я думаю что в какой-то момент я их заменю чем-то ну посмотрим опять принципе меня устраивает что они уходят хоть как-то еще одни тени это опять шарлотта у меня в этом месяце задача вообще в этом году задача вывести как можно больше однушек я думаю что эта цель останется и на следующий год потому что эта категория продуктов которые у меня практически не тянется рука он слишком много палеток поэтому однушки теней я стараюсь сократить по максимуму это ее серия по моему бокс они как-то называться я уже не помню извините это оттенок тоже пилоток и аналогичная ситуация я у меня был выровнен пигмент по резьбу и я перестала набирать равномерно и начала набирать с краешку смотрите сколько ушло дело в том что этим теням уже больше полутора лет на этикетке был срок указан 12 месяцев и они действительно начали подсыхать они крошатся из-за этого лучше набираются из-за этого расход больше они очень красиво и хорошо смотрится в макияже мне нравится что здесь есть прогресс это где-то четверть баночки и у меня есть надежда что я закончил эти тени в этом году я также сделала отметку белым лаком для наглядности для следующего отчета так дальше у меня что-то помощью как пустышка была до закончилась коричневая подводка от starry не знаю какое тут название просто коричневая подводка она конечно рисует но нет уже тоже не рисует в общем ей уже невозможно сделать плотную стрелку хотя я ее очень любила и она мне прослужила около полугода но как-то быстро хоп-хоп и закончилась просто стала подсыхать кончик был сухой принципе я вообще ничего не имею против фетровых подводок у меня получается рисовать ими стрелки никаких у меня нареканий к ней не было хорошая вещь стойкая не трескалась вот но тоже я в этом году ставила себе цель вывести все жидкие подводки оставить только карандашики так это пустышка дальше продукты для губ это мое главное разочарование в этом месте во первых помада от katwandi в оттенке saint девочки она меня достала я не знаю я не пользуюсь активно с марта месяца но может быть в апреле был перерыв то есть март май июнь июль август пять месяцев я пользуюсь этой помадой она конечно была абсолютно новая и сейчас видно что у нее есть прогресс видно что она внутри пустая но она в таком состоянии уже два месяца я уже но я пытаюсь вот так со стенок со шкрябать весь вот этот пигмент она очень пигментированная зараза вот и отметку сделать высветить как там фонариком сейчас мне кажется пигмент где-то вот на этом уровне сейчас я сделаю вам swatch это вот такой оттенок я думаю что прогресс еще маленький из-за того что она вот такого оттенка то есть очень она пигментированная и яркая для моей внешности вот и получается что я уже ее как могу использую и на губы под блеск и на в качестве румян на щечке именно поэтому у меня меньше идет расход вот этих запеченных румян и даже если у меня какие-то розовые макияжеры как базу под тени и все равно это зараза не заканчивается и теперь я уже мне кажется ее чуть-чуть но я теперь уже боюсь сказать что закончу ее в следующем месяце и мы увидим ее как пустышку она какая-то как будто регенерирует там в тюбике или что с ней происходит я не знаю в общем это мое главное разочарование этого месяца я очень хотела от нее избавиться так и я не знаю может быть не сделать вот чеки не чуть наберу показывала уже их много раз то вот такие кстати очень красивый оттенок очень его люблю вообще в принципе мне эти тени очень нравятся просто хочу чтобы они у меня работали поэтому собственно и находится в project и не не хочу чтобы лежали это не самая дешевая вещь не хочется чтобы она отработала свое хотя бы сколько-то и вот это попсы красивый получается макияж с ними так ладно и поехали дальше здесь значит есть прогресс здесь пустышки здесь нет прогресса так еще два средства для губ это блеск от баксом но сейчас лежал но я сделала отметочку вот такой у меня прогресс я думала что я закончу его за месяц но у меня был период примерно полторы недели когда я им не пользовалась и получается что прогресс был бы наверное намного заметнее ну вот так получилось что я думаю еще на сентябрь он у меня пойдет и потом мы с ним попрощаемся в принципе и хорошо но я ожидала большего в принципе обычно блески от баксом у меня улетают очень быстро ну возможно из-за цвета из-за того что он такой достаточно пигментированный он уходит медленнее очень красивый оттенок мне очень нравится так прогресс есть и еще один блеск от фэнки если в блеск баксом он сначала проекта был свежим то есть буквально открыт месяц то вот этот блеск открыт уже больше полутора лет и мне нужно вывести его из коллекции потому что у него скоро пройдется в годности но он такой пигментированный и так вот так вот там много я его использую каждый день и наношу его вот на эту заразу чтобы цвет был носибельная видите получается красиво это оттенок фэнти glow нравится мне этот блеск но он просто объективно уже старенький и он уже вот обколупывается тут крошится поставила я отметочку вчера отстаивал эти продукты сейчас они просто уже слежались косметички его сейчас вот так но это еще на пару месяцев я думаю хотя если я в сентябре закончу вот этот блеск от баксом пораньше то может быть и этот уйдет но посмотрим я опять надеюсь на прогресс но как получится так получится так тут тоже в принципе прогресс есть меня устраивает и остался последний продукт моего project пена эта палетка теней от в этом wild и у меня в ней просто потрясающий прогресс во первых я прикреплю картинку еще месяц назад была большая ямочка в этом рефиле и была малюсенькая ямочка в этом рефиль и вы посмотрите как все поменялось я полностью закончила светлый оттенок это оказалось сделать очень легко потому что я использовала его легкой кистью как подсвечивающую пудру в уголок глаза чтобы высветлить синячок то есть поверх консилера еще вот не ей и она прекрасно подсвечивала закрепляла консилер и у меня вообще не было видно никаких синячков потом вот этот оттенок из-за него покупалась палетка из-за него эта палетка находится в project pen ну во первых из-за ее цены потому что она как бы как говорится цена-качество у нее отвалилась крышка она крошится она меня раздражает пачкает косметичку я поэтому ее поместила в проект закончу вот этот красивущий оттенок и ее выброшу скорее всего ну посмотрим это дуахром на самом деле таких дуахромов сейчас уже полно на рынке я брала эту палетку потому что хотела попробовать насколько этот цвет мне подойдет к моим глазам и смотрите как он быстро уходит у него вообще у всех вот этих вот теней шестерых такая рыхлая текстура что они очень быстро расходуются поэтому я думаю что в сентябре мы с этим оттенком попрощаемся и будем думать что делать с палеткой вот этот оттенок я использую как тени для бровей очень хорошо мне зашли помадка не всегда меня устраивает в макияже она мне холодновато а вот этими тенями я заполняю пробельчики и смотрите тоже как его ушло то есть буквально три недели назад я начала ими пользоваться и вот этим оттенком ну как бы сделаем сводч но я говорю это им пользуюсь в качестве исключительно на брови он кажется рожеватым с кем-то золотыми блестками но направил смотрится прекрасно зеленый оттенок мной используются для закрепления зеленого карандаша на нижнем веке сам по себе он отвратительный но идет хорошо потому что просто держит мне карандаш так поэтому в нем достаточный такой тоже прогресс и неожиданный для меня сюрприз это вот этот оттенок он абсолютно невзрачный он невзрачный даже на сводчих обычный какой-то персиковый и тут недавно он даже не блестящий и тут недавно собираюсь в бассейн я попробовала нанести его чуть-чуть пушистой кисточкой прям такой крупненькой пушистой кисточкой на века и он так на веках заиграл просто смотрится действительно обалденно я от него не ожидала этого и что я еще от него не ожидала что он такой рыхлый то есть буквально я занимаюсь вот этим вот недели три что на не наношу его с утреца так чуть-чуть на века и он вот так ушел представляете то есть получается им я пользуюсь каждый день утром ну там сколько получилось 20 раз да там 25 можете нанесла и вот что касается остальных оттенков вот этот я еще не испробовала закончится оттенок соседней я к нему приступлю вот эти два оттенка они для меня слишком темные ими я точно не буду пользоваться и точно не буду их стремиться закончить потому что мне кажется это нереально и вот эти два оттенка они идут как растушевочные и ими я пользуюсь ну как и всей палеткой основными вот цветами где-то два-три раза в неделю это вот такие два оттенка они меня устраивают они хорошие по качеству вот этот вот растушевку этот затемнение они мне идут и подходят к всему этому макияжу который получается с project пеном но они бесконечные и в принципе у меня полно других палеток поэтому как только я закончу вот этот оттенок мы с вами будем думать что делать с палеткой то что изначально я брала ее в project pen исключительно из-за вот этого оттенка вот я очень довольна прогрессом и что хочу сказать о своих выводах это первый project pen который я веду на камеру поэтому если я где-то с еще не сориентировалась что-то шероховато у меня я показываю как-то не так вы меня извините но я хотела отметить по поводу своих выводов мне нравится прогресс в продуктах и я считаю что я выбираю в принципе правильные продукты то есть моя цель сократить коллекцию вывести из нее жидкие текстуры как можно больше и закончить старые продукты чтобы они не испортились чтобы жидкие и кремовые продукты мне нервировали своим подходящим сроком годности и количество банок подсократилось кроме того я в преимущественно выбираю в проект продукты с испортившимися какими-то покоцанными упаковками потому что они меня больше не радуют и сообразно этим целям project pen набор продуктов в нем меня устраивает и главное для меня я поняла в прогрессе это система и исследование этой системе нанесения макияжа то есть я прикреплю картинку попробую с тем как смотрится мой макияж всеми продуктами project pen вот если они между собой все будут сочетаться и если уделять этим продуктом для глаз предположим раза два-три в неделю а продуктом для лица чтобы они между собой сочетались пять раз в неделю у вас будет намного больше прогресс и вас все будет радовать вот и еще я хотела сделать замену я хотела добавить новые продукты но немного потому что этот project pen продлится до сентября включительно то есть в октябре я пересмотрю свою коллекцию потому что ее ждут большие изменения и я пересмотрю свою коллекцию и поменяю продукты project pen и начну новый project pen на октябрь-ноябрь-декабрь на три месяца вот но на сентябрь я хочу добавить во-первых вот собственно этот зеленый карандаш от или сократить количество карандашей также была целью этого года у меня мне очень нравится подводить его кстати немного осталось вот так вот чтобы картинку сделать к следующему разу он мне нравится мне нравится подводить им нижнее веко немножко он суховат из-за этого как будто шкрябаешь века неприятные ощущения поэтому хочу его закончить да и подостала я от макияжа с подчеркиванием зеленого вот этого цвета радужки вот поэтому я хочу его добавить в проект вместо подводки сделать на него максимальный упор и закончить его за сентябрь будет у меня минус один карандашик так ну очень надеюсь по крайней и еще один продукт который скорее всего перейдет в project pen на весь оставшийся год это вот такой бальзам масло для губ было она в коробочке букси чаем открыто она уже больше года на нем написано что может быть она открыта только год соответственно у него уже подходит прямо вот край край сургодности пока она пахнет нормально здесь целых 15 миллилитров пользовалась я им от силы пять раз я не знаю зачем я его открыла в свое время лучше бы он была закрытая потому что он уже даже было запечатано это очень хорошее масло но мне очень нравится но у него она прозрачненькая не липкая маслица для губ и классно пахнет яблоком ну вот не надо было его открывать и сейчас его надо закончить я буду пользоваться только им надеюсь что она уйдет за несколько месяцев принципе обычно у меня большой расход таких продуктов но посмотрим это я беру взамен вот этому бальзаму ланейдж ну и замену стеканарс не будет я буду делать упор вот на эти румяна посмотрим что можно сделать запеченной текстурой за еще один месяц ну все спасибо ребята за просмотр хорошего вам дня отличного настроения надеюсь у вас тоже будет отличный прогресс за этот месяц в вашем project penny если вы таковой ведете всем спасибо всем пока пока